МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Симоньян и предсказания". -"Дайте я вам дам свой прогноз". -"Бунт на России". -"Их отправляют штурмовые отряды". -"И мы ничего не можем сделать". -"Это просто невозможно". -"Бедная жизнь это прекрасно". -"Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожает". -"Дед Мороз педофилу в глазах Скобеевой". -"Дед Морозовник называют злым духом и педофилом, а Снегурочку малолетней проституткой". И многое другое вы увидите прямо сейчас. Всем привет, с вами Карина Клышун, и это проект в тренде. Собрала для вас достаточно интересные новости из мира Зазеркалья и не только. Нам будет что с вами обсудить, это я вам обещаю. Ну что, начинаем? Начнем наш вечер, пожалуй, с любительницы давать заднюю. Да-да, Маргаритка Симонян. У нее уже совсем мозги поплавило. Она решила поиграть в эксперта и рассказала, с кем и ради чего сражается Россия. Америкой управляет не президентом, это же общеизвестный факт. Как верующий человек Маргарита не сомневается, с кем именно сейчас сражается наша страна. Они сатана. Сатана они, понимаете, они, может, даже не знают этого, но сатана об этом знает, что они и есть сатана. Не хочу тут совсем уже в религиозные уходить разговоры, но прислужники, что ли, сатаны. Те, кто, зная или не зная этого, воплощают замысел сатаны. Такая интересная. А в России кто тогда? Святой и праведный? Но это только начало. Приготовьтесь. Дальше вообще песня. Россия сражается с сатаной, чтобы трех- и четырехлетним детям в РФ не отрезали половые органы. И те не становились трансгендерами. В этом есть омерзительная, кровавая, безбожная, но все-таки какая-то логика. А когда они уничтожают самих себя, отрезая своим четырехлетним детям пивиськи, потому что четырехлетний ребенок сказал, что он девочка, условно говоря, да, я сейчас утрирую, но примерно так и есть, и к этому идет. Понятно, что это чушь собачья, и что это пройдет, это детские фантазии. Они это возводят в битву, в самую главную для себя битву. Ни один политический разговор о чем угодно не обходится без разговора о трансгендерах, о ЛГБТ, как будто других проблем в мире нет. Это стало главным светочем их, понимаете? Вот как раньше свобода и демократия, до этого еще независимость, а теперь вот борьба за права трансгендера. Это вообще что такое? Россияне, и вы в это верите? Я теперь представляю, что в головах людей, которые смотрят это постоянно. Но к чему все это ведется? Правильно, к семейным ценностям, которые сейчас просто пихают в каждого русского. Чтобы что? Правильно, чтобы рожали. Но скрепные это поймут только через предсказания. Дайте я вам дам свой прогноз на ближайшие пять лет. Значит, Россия останется единственным, как они говорят, safe haven, да? Безопасной гаванью для всех людей на Земле, сохранившись в своей человеческой нормальностью. Желающих простой обычной семейной жизни, нормально воспитывать своих детей, не вынуждать, не жить под угрозой, что детей отберут. Специальная военная операция не только очистила Родину от иноагентов и испуганных патриотов, но и снова сплотила многонациональный русский народ. Да, сплотили так, что мама не горюй. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Смело пишите комментарии, они у вас очень оригинальные. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного. Теперь, когда Путин вместе с такими прихвостнями, как Маргаритка, заставляют рожать, люди вынуждены рожать. Но вот от кого рожать? Над этим власть еще не думала. Тысячи российских мужчин гибнут на путинской войне, которую он никак не хочет заканчивать. Но нет бы как-то поддержать своих бойцов и защитить, царек решил всех отправлять на мясные штурмы. И не важно, живой ты или полуживой. А чтобы удостовериться в моих словах, предлагаю посмотреть вам видео мужчины, который решил пойти добровольцем на войну в Украину. Это именно тот тип людей, которому пропаганду очень легко залить в голову. ВВК. Приставы к военному службе. Приставы категория была. Она ограничена будет. Вот смотрю. Левая нога. Видите, что часть отсутствует. Нету ее. Правая нога. Вот в таком состоянии. На данный момент. Здесь удалены пару костей. Здесь раздроблено все. То есть опорные функции отсутствуют. То есть передвигаюсь только на коляске. Не могу передвигаться даже на кастерик. Кроме того, правая нога у него тоже повреждена. Передвигается он только на инвалидной коляске. Однако это не помешало военно-врачебной комиссии присвоить категорию «Б». То есть признать годным к службе. Гениально. Кстати, жены мобилизованных тоже решили немножечко пролить свет на то, что происходит на фронте. Ни о каких красивых победах там над натовцами со стеклянными глазами или злыми американцами не пахнет. Сейчас муж после боевого задания, которое проходило 23 числа, вышел с задания и не чувствует больше ног. Сейчас его должны были госпитализировать в госпиталь, но, возможно, все отменится. По той причине, потому что 16 декабря 2023 года ему вечером объявили, что он будет прикреплен к батальону «Сармат» и пойдет на штурм. Я прошу максимальной помощи. Выше стоящего руководства, помогите мужу. Это просто невозможно. Завтра утром и раненых, и хромых, и вообще неходячих отправляют вновь на задание. И мы ничего не можем сделать. И они ничего не могут сделать. Помогите нам, пожалуйста. Их отправляют в штурмовые отряды. Откуда нет выхода живыми. И таких видеосообщений тысячи. Россияне, но если и это для вас неубедительно, то вот ловите видос с передовой. Окупант в окружении руин пытается выбраться с позиций, простреливаемых украинским снайпером. Кадры сняты в районе Водянова Донецкой области. Вот, Кирилл, ты пи***й. Вот, знаешь, какая движуха. Вон, самолитцы, тут трупов своих убирают. Тут полный ангар. Вот, трупов этих. И вот, слышишь, хуй, говорит, по мне снайпер свистя. Вот он прям по нам ебалит. Это они меня сейчас спрятали. Говорит, куда ты пи***й. Они вот слова трюксотого вытащить не могут, короче. А я, получается, в этом сижу. В ангаре, как он-то. Вот сверху ангар, блядь, сзади, нахуй. Так смотрят на меня с этим телефоном. Вот он прям по нам ебалит. Вот с той стороны, вот, сыпит какой-то, ебалит. Хуй, ебалит. Вот только в машине отходишь сразу же. Я с этими ебалитами вещами, ебалит, как с белым флагом. Вот, слышал, ебалит. Вот, Кирик, я вот здесь, ебалит. Я эту дорогу, ебалит, уже два раза прошел. Вот, чтобы тебе, ебалит, я не пи***ю, что я дошел до сюда, вы за ебалит меня сюда гонять. Оттуда пулемет вот, ебалит, откуда-то. Прям на сквозняк, ебалит. Я вот в ангарах нахожусь. А не полез бы в чужую страну по приказу Бункерного, сидел бы дома с женой. Разнажался бы. Кстати, тоже по приказу. И знаете, могла бы я сейчас сказать, ну как так, как до них не доходит. Но я читаю ваши комментарии и вижу, что происходит в границах России. И не только. Еще же есть временно оккупированные территории. И жаль, что это не видит Путин. Но это пока. Народ России и те, кто примкнулся к нему после начала полномасштабного вторжения, начинают устраивать истерики и митинги. К примеру, на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей нарастает взрывоопасная ситуация. Так называют происходящие местные жители, ставшие на сторону страны-агрессора. Гражданские уже выходят на митинги, а добровольно вступившие в армию оккупантов пытаются вырваться из ловушки. Если в самом начале оккупации местные жители боялись сказать хоть слово, то теперь, по их же признанию, уже дошли до ручки и даже осмелились митинговать. Речь сейчас о пророссийском настроенном населении. Рекордсменом по протестам стал истерзанный Мариуполь. В этом городе в декабре уже прошла серия митингов обманутых жителей, которые обнаружили, что обещанные условия предоставления им квартир вместо разрушенных, мягко говоря, не соблюдаются. Еще одно предательство подстерегло жителей оккупированной части Донбасса, которые гнались за российским гражданством. Вот только сами воевать не собирались. Сейчас всех массово грибут на фронт. И причину, почему грибут, я только что рассказывала. Потому что убирают на фронте тысячи. Россия нас кинула. Это один из самых мягких комментариев, который можно сейчас встретить на Z-пабликах среди сотни других комментариев о сложившейся ситуации. Но не забываем, люди, которые за Украину, но просто не смогли выбраться из оккупированных территорий, есть. Поэтому я отделяю именно тех, кто примкнул к русскому миру. Но кому вы нужны? У Путина тут СВО. И от него он отказываться не собирается. От своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказываются. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся. Он также рассказывал о том, что войска РФ якобы владеют инициативой на поле боя. Что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, что поставки бронетехники в российские войска в этом году выросли в три раза. Но фраза «они не отказываются от сдерживания России». Дед, это чужая территория, куда пришел ты с войной, уничтожая города, людей и детей. И весь мир это видит. И даже россиянам это уже видно. Но нет, падать лицом в грязь никуда не годится. Поэтому стоит убить еще больше невинных людей ради идеи. А знаете, кстати, как эти все сложности пытается Путин оправдать? Все, что не убивает, делает нас сильнее. А все сложности заставляют человека карабкаться, стремиться и дорожить тем, что имеешь. Вот, вы знаете, в семьях, где полное благополучие финансовое, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много, они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. В общем, если вам не хватает денег, это прекрасно. Радуйтесь. Ну ладно, давайте отойдем немного от этого. Специально для вас минутка дня влюбленных. Нашла это видео и подумала, что вы точно оцените. На России активно набирает обороты тренд воспитывать себе женихов. И эта пора, похоже, не исключение. Привет всем. Сегодня день влюбленных. Мне очень хорошо с тобой вдвоем. Заботливой и нежной и красивой. Тебя сильнее влюблялся с каждым днем. Все сделаю, что ты была счастливой. Ой, я. Это мне, да? Спасибо. Спасибо, спасибо. Что там такое? Ох уж эта любовь. Еще бы читать научился, было бы вообще безупречно. Спасибо. Спасибо. Пусть это сердечко бумажное, но любовь для тебя в нем моя все равно. Зато какая крепкая любовь. Друзья, я тут прямо жду ваших комментариев под видео. Уже по традиции самые топовые я покажу в следующем выпуске. Но ваши комментарии из прошлого выпуска я перечитала. И как по мне, вот эти просто прекрасные. Тем временем порно-сайты пошли по наклонной. Украинская налоговая оштрафовала Порнохаб. Компания, которая оперирует сайтом, получила штраф в размере 5543 долларов из-за уклонения от регистрации. Как заявляют налоговые, любая копейка идет на финансирование потребностей армии. А Украина по рейтингу Порнохаб на 14-м месте среди других стран по просмотрам. В то же время OnlyFans перевел в госбюджет Украины с начала года почти 1 миллион долларов. А что там с финансированием от США? В Белом доме заявили, что до 30 декабря у Пентагона закончатся деньги для помощи Украине. Остались последние 1,7 миллиардов долларов на закупку нового оружия и техники. Но в конце декабря, по заявлениям Кирби, США должны объявить новый пакет помощи Украине. Но он может быть последним. Но вот удивительно, что только за декабрь поддержка американцами и предоставление помощи Украине выросло на 10%. А теперь к серьезным новостям. В Украине объявили охоту на Деда Мороза. Называют его педофилом, а Снегурочку шал женщиной древней профессии. И если вы думаете, что мне плохо, то вы будете правы. Ибо от просмотра выпусков со Скобеевой никому хорошо еще не становилось. Взгляните на это, но прошу вас, уберите детей от экранов. Сначала скандальные кадры. Ждем подтверждения. На Украине таки объявили охоту на Деда Мороза и Снегурочку. В школах развесили вот такие вот памятки. Дед Мороза в них называют злым духом и педофилом, а Снегурочку – малолетней проституткой. При этом сообщают, что Дед Мороз был навязан Советским Союзом. Аниматоров предупреждают, приходить на праздник в его костюме строго запрещено. Штраф в 20 тысяч гривен или вызов полиции. Вместо Деда Мороза советуют наряжаться Святого Николая, который должен носить ризу и корону, или хотя бы Санта-Клауса. В общем, сумасшедшая русофобия. Редактор субтитров А.Семкин